Заседание антинаркотической комиссии проводится в соответствии с указом президента Российской Федерации о дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств. В ее задачи входит профилактика наркомании и токсикомании на территории Одинцовского муниципального района. Первый вопрос включал в себя итоги мониторинга наркоситуации в районе, меры по повышению эффективности профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков, в том числе синтетических и психотропных веществ. От граждан информация, как поступало, так и поступает. Но опять же, сейчас мы будем проводить вот это мероприятие. Сейчас мы готовим подготовку, чтобы все граждане знали, контактный телефон, номер сайта, куда могут обратиться с сообщением о том, что сосед потребляет наркотическое средство, либо там места, где собираются для того, чтобы потом уже в результате мы можем дать оценку активности нашего населения. Максим Шерманов, заместитель председателя антинаркотической комиссии, обратил внимание собравшихся на то, что все разработанные действия должны приносить результат. В ходе заседания был сделан акцент на проведение молодежных массовых мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни. Все они должны реализовываться в рамках программы профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий на территории нашего района. Кстати, я вам доложу, самое большее количество звонков среди всей Московской области, это идет в нашу Одинцовскую службу 112. Более тысячи с лишним звонков мы получаем круглосуточно. Мы увеличиваем штат, мы работаем на конкретный результат. На заседании была отмечена и важность продолжения, независимо от периодов проведения оперативно-профилактических операций, доведения до граждан информирования о номерах телефонов доверия 112 и адресах электронной почты, на которые им можно обращаться. Управление образования совместно с Комитетом по делам несовершеннолетних по словам Максима Шерманова необходимо шире использовать организационные мероприятия в этом направлении. В учебных учреждениях организовать и провести дебаты и круглые столы на тему «Найдем выход вместе с выработкой конкретных предложений», а также организовать среди старшеклассников показ видеоматериалов, о вреде употребления наркотических средств и их пагубное влияние на психику человека. Главный врач Одинцовского наркологического диспансера Владимир Грищенко рассказал о том, на каком этапе находится проект создания в городе Одинцова специализированной лаборатории для проведения химико-таксилогических исследований и необходимых условиях ее функционирования. На комиссии принято решение о проведении до 1 сентября встречи с главой района, где должны прозвучать результаты проделанной работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова